Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Опубликован шестой выпуск из же месячной газеты «Родина Западной Армении». Захраб на Цаканян отправится в Брюссель. В Париже продолжаются акции протеста. Украина призывает Германию использовать военно-морские силы. Сирийская армия уничтожила более 270 боевиков ИГИЛ в Сувейцком районе. В Битлисе объявлен комендантский час. Мы создадим в Армении жилой центр с видом на Арарат Николя Азнавур. 3 декабря был опубликован шестой выпуск новой редакции ежемесячного официального документа Западной Армении. Официальная газета должна периодически публиковаться каждый месяц на западно-армянском языке. Турецкая и английская версия также будут доступны в ближайшем будущем. Исполняющий обязанности главы МИД Армении Захраб на Цаканян 4 декабря отправится в Брюссель. Как сообщает пресс-служба МИД, он примет участие в заседании министров стран, участвующих в миротворческой миссии «Решительная поддержка». В Афганистане в рамках визита запланирован ряд встреч на Цаканяна с иностранными коллегами. 2 декабря в 11 часов президент Макрон, вернувшись с саммита Большой 20-ки в Аргентине, посетил Триумфальную арку и памятник неизвестному солдату, которые во время беспорядка в Париже были повреждены. Затем глава страны и министр внутренних дел перебрались на Клебер-авеню, где они воздали должное полиции и пожарным, которые были подвергнуты насилию 1 декабря. На шанс элизе произошли ожесточенные столкновения между демонстрантами и полицией. Некоторых жильцов пришлось эвакуировать, Триумфальная арка подверглась вандализму. Протестующие атаковали магазины. Десятки автомобилей сгорели. На следующий день Париж был потрясен этой вспышкой насилия. 2 декабря президент Украины призвал Германию и ее союзников усилить свое присутствие в Черном море и не дать России продолжить свои военные действия в регионе. В начале конфликта Германия заняла умеренную позицию, требуя сдержанности в Киеве. Этим призывом Порошенко хотел напряженности между Германией и Россией. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия развернула тысячи военнослужащих вдоль своей границы с Украиной и хочет изолировать Украину. В интервью, опубликованном в воскресенье, он сказал, что Россия намерена проникнуть на территорию Украины после столкновения в Черном море. «У нас должен быть сильный, единый и однозначный ответ на действия России», – отметил Порошенко в интервью, опубликованном немецким в Функе Медиа. Сильная напряженность между Украиной и Россией продолжается через несколько дней после захвата трех украинских военных кораблей в Азовском море. Украина ограничила въезд на свою территорию русских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом заявил глава Украинской пограничной службы в пятницу. После этой напряженности президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе в рамках саммита Большой двадцатки. Сирийская армия уничтожила более 270 боевиков террористической группировки Исламское государство в провинции Эс-Сувейда на юге страны. Об этом сообщил представитель командования группировки войск российских ВС в Арабской республике Олег Макаревич. На этом участке противник создал глубоко эшелонированную подготовленную оборону, которая была насыщена противотанковыми и снайперскими засадами, минными полями и путями маневра. На всех рубежах обороной у противника были склады боеприпасов и продовольствия, отметил представитель командования российской группировки ВС. По словам Макаревича, операция также осложнилась тем, что танки и тяжелая техника были ограничены в передвижении и маневрах на этой территории, а боевики располагали большим количеством гранатометов, противотанковых ракет и 82-мм каменометов. Однако сирийским военным удалось изъять большое количество оружия, в том числе 12 американских противотанковых управляемых ракет ТОВ. Как сказал Макаревич, большинство террористов в Эс-Сувейде прибыли из Ярмука, Дамаска, а также района Эт-Танф, который находится под контролем международной коалиции во главе США. Ранее сообщалось, что в ходе наступления 17 ноября правительственные войска освободили от террористов горный каньон Тель-Эс-Сафа в провинции Эс-Сувейда в 92 километрах от Дамаска. На площади в 380 квадратных километров находился последний оплот ИГИЛ на юге Сирии. По данным агентства САНа, в ходе операции ликвидировали главаря ИГИЛ в Южной Сирии Абу-Хаджера Ашишани и несколько полевых командиров. Комендантский час был объявлен в шести деревнях и одиннадцати кладбищах. В заявлении, издаваемом униципалитетом Бетлиса, говорится, что 2 декабря был объявлен комендантский час на территории кладбища в деревнях Эйли-Кли, Айлагик, Чили-Шаналар, Ялбилен, Сарташ-Эренджик. Напомним, что 29 декабря 1917 года Советская Россия приняла декрет о турецкой Армении, западной Армении, и по этому декрету право армянского народа на самоопределение и в дальнейшем на независимость. 19 января 1920 года Верховным Советом Союзных Держав де-факто 11 мая 1920 года во время конференции Сан-Рема де-Юра была признана независимым и суверенным государством. 22 ноября 1920 года президент США Вудро Уильсон начертил границы Армении. Следует отметить, что Западная Армения не была признана организацией объединенных наций из-за ее оккупацией Турции. Напомним, что в 1894 по 1923 годы на оккупированных территориях Западной Армении коренной народ Армении подвергся геноциду тремя турецкими правительствами. Сын легендарного французского шансонья армянского происхождения Шарля Азнавура, соучредитель благотворительного фонда Азнавур Николя, в эксклюзивном интервью Русарминфо рассказал о деятельности фонда и планах по созданию центра имени Азнавура в Ереване. По словам Азнавура младшего, созданный в 2017 году фонд будет продолжать все ключевые проекты, осуществляемые шансонье после землетрясения 1988 года, социально значимые проекты в Гюмри, образовательные программы и культурно-просветительские инициативы. Главным проектом станет создание центра Азнавура на вершине комплекса «Каскад» в Ереване. Некоторое время здание пустовало. Отцу понадобилось время, чтобы разобрать концепцию. Мы два года работали над проектом. Сам он был против идеи музея и хотел создать живое место, где все заняты работой, отметил Николя Азнавур. По его словам, в центре Азнавура музейная часть будет посвящена жизни и наследию артиста. Семья подарит центру пианино, маэстро, его аудиозаписи и личные вещи. На территории центра будет создан первый в своем роде французский институт региона с уникальной медиатекой, выставочной площадью, кинозалом, зоной отдыха. Идея в том, что ты можешь провести время в медиатеке, читая книгу или смотря кино, посетить музейную часть, чтобы узнать больше о жизни моего отца, попить кофе с видом на Арарат. Центр станет многофункциональным пространством, рассказал Николя Азнавур. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Дзер Ах Чикен» в исполнении ансамбля «Огну». Субтитры создавал Дзер Ах Чикен» в исполнении ансамбля «Огнамо» Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok